Сказка Рапунцель Во времена Средневековья на Землю падает волшебная солнечная капля, вследствие чего появляется волшебный цветок, способный исцелять больных и раненых. Этот цветок находит эксцентричная и хитрая старушка по имени Матушка Готель, которая использует Дар Солнца для того, чтобы сохранять свою молодость. Для этого ей необходимо лишь исполнить волшебную песню. Тем временем в соседнем королевстве случается беда. Опасно заболевает беременная королева, и только волшебный цветок может спасти ее от смерти. Цветок находит и с его помощью королева исцеляется, а затем у нее рождается дочь, принцесса Рапунцель, волосы которой унаследовали волшебный дар солнца. Но вскоре Матушка Готель, она видела, как солдаты нашли цветок. Прокрадывается в замок, желая обрести вечную молодость. Она срезает прядь волос девчонки, но волосы темнеют и теряют свои свойства. Тогда старуха похищает девчонку. С тех пор Рапунцель растет под замком старой башни, слушая Броню Готель о том, что мир ужасное место, и не зная, что она на самом деле принцесса. Каждый год в день рождения Рапунцель в королевстве проводится фестиваль летающих фонариков в память о потерянной принцессе. Девушка видит огни из окна в каждый свой день рождения и мечтает посмотреть на их вблизи. За день перед своим восемнадцатилетием Рапунцель просит Матушку Готель отвезти ее к тому месту, где спускают желанные фонарики. Но девушка отказывает ей. В это время разбойник Флинн Райдер, спасаясь от погони гвардейцев и служебного коня Максимуса, находит башню Рапунцель и попадает внутрь. Но Рапунцель ударяет его сковородкой по голове и берет в плен, понимая, что не так уж беззащитно. Спрятав сумку с короной, украденной Райдером, Рапунцель обещает вернуть ему, если он отведет ее к фонарикам. Ему приходится согласиться, и во время путешествия с ними случается много интересных приключений. Знакомство с разбойниками в таверне Сладкий утенок Спасение от погони гвардейцев и бывших сообщников Флина, братьев Граббингстон Встреча с Максимусом В результате мечта Рапунцель сбывается. Она попадает на фестиваль летающих фонариков. В ходе долгого путешествия Рапунцель и Флинн начинают доверять друг другу. Флинн рассказывает свою историю и открывает девушке свое настоящее имя. Юджин Между ними возникают теплые романтические чувства. Тем временем, матушка Готель находит спрятанную корону и начинает строить план к возвращению Рапунцель. Братья Граббингстон, желающие поквитаться с Райдером за его обман, соглашаются помочь Готель. Она находит беглецов и берет корону в воспитаннице, пытаясь убедить ее, что Юджин всего лишь хочет вновь заплатить корону. А сама Рапунцель ему безразлично. Рапунцель отказывается верить в Готель и решает вернуть корону Юджину. Тогда он решает отдать уже библиотный для него венец братьям Граббингстон, но оказывается в ловушке. Граббингстоны устраивают все так, чтобы Юджин отправился в тюрьму, а Рапунцель поверила в его предательство. Они хватают Рапунцель, но Готель обманывает их и спасает девушку. После Рапунцель ничего не остается, как признать полную правоту матушки насчет окружающего мира и вернуться с ней в башню. Сам Юджин оказывается в тюрьме и переговаривается к смертной казни. Там же оказываются и братья Граббингстон, и Флинн успевает узнать от них о матушке Готель. Юджина спасают Максимус и разбойники Ставерны, и юноша отправляется к заброшенной башне. В то же время Рапунцель внезапно понимает, что она и есть пропавшая принцесса. Она больше не разрешает матушке Готель пользоваться ее волосами и планирует сбежать, но та удерживает Рапунцель силой. Вскоре Юджин находит башню и забирается в нее, но Готель наносит ему смертельную рану в живот. Рапунцель соглашается остаться с ней, если та позволит вылечить Юджина силой волшебных волос. Но тот поняв, что без волос девушка будет ей совсем не нужна, он отрезает их, и Готель снова становится старой, приобретая свой истинный облик. Она в ужасе, ведь она уже не станет вечно молодой. Ведьма выпадает с окна башни, умирает на лету и рассыпается в прах. Жизнь как бы мстит ей за ее эгоизм, лицемерие и бессердечность. Тем временем Юджин умирает в страны, однако Рапунцель удается исцелить ее своей волшебной слезой. Юноша оживает и отводит девушку к ее настоящим предкам. Оба заживают новой жизнью и готовятся к свадьбе. Как вам рассказ? Пишите в комментариях.